Всем привет! Сегодня 1 января. Всех с наступившим Новым Годом! И смотрите, 12 часов дня, а у меня тут пчёлы летают, облётываются. У нас плюсовая температура. Плюсовая! Плюс 15! Новый Год! Шикарно! Ну что? Ну, вылазит это хорошо. Раз, два, три, четыре. Значит, есть кому вылазить. Вот эти два улика у меня, вот этот и вот тот, как-то стрёмно уходили. Ну и ещё один, кстати, пока ещё не вылазит. Но там тень, там, наверное, холоднее чуть-чуть. Может, побольше отверстия сделаю. То, что они облётываются, это очень хорошо. Потому что они свой желудок опустошают. И потом, если холода опять ударит, уже не такая нагрузка будет. Но матка может подумать, что началась весна. Потому что погода вообще замечательная. Супер! Вот, сейчас смотрю. А, подмёрзла моя ежевика, куст. Подмёрз. Ничего не будет. Это ветки замещения. А, ерунда, короче, полная. С этой ремонтантной ежевикой. Ну, один куст. Опять в этом году, считай, ничего и не будет. Ммм, обидно. Ладно, надо будет начис развести. Паша, думаю, выскочу, Игорь говорит, иди, а там пчёлы летают. Я смотрю в окно и вправду. Думаю, засниму вам. Вот такая красота. 1 января летают пчёлы. Пасхи всех с праздником. Это вам коротенькое видео. Для того, чтобы какой-то позитив был, порадоваться. Жизнь продолжается. Пчёлки летают. Дай бог, до весны нам дожить. И будем мёд собирать. И кушать его. Ну, навела ревизию везде, посмотрела. Ну, как я и говорила. Проблемная семейка. В чём была проблема? Они поздно вывели матку здесь. Хотели заменить. И в зиму ушли с двумя матками. Я вот за ними смотрела, и они всё жужжали-жужжали. В ком не это. Не собирались, чтобы в зиму уйти. Чтобы хорошо перезимовать, пчёлки должны в клуб собраться такой плотный. В нём сидеть. И тогда меньше расходуется мёда. И лучше согреваются. А если они не собрались в ком, они потребляют много мёда, чтобы согреться. И согреть всю вот эту семейку. Походу, вот эта маточка, которая поздно вышла, я даже не знаю, облетелась она или не облетелась. Вот я заглянула, с трёх зиму ушли две матки. Ну, думаю, весной с вами разберусь. Пометила, ну и наблюдала. Вот так как выпал снег, а они в ком не вошли. Короче, они съели все запасы. Одна рамочка вот здесь была медовая, но они до неё не дошли, потому что холодно было. А там, где они находились, они всё съели. И открываю, смотрю, все осыпались. И оставшиеся попками торчали в этом. В рамочке искали мёд. Конечно, обидно, что можно было спасти. Но что есть, то есть. Собрала много, много пчёл, подмора. Поэтому выкидывать мне жалко. Сейчас ещё только начало зимы. И он не испорченный, не заплесненный, хороший. Я вам говорила, что я подморь не собираю, который весной. Потому что, ну, там пчёлы, которые, много кала в них наполнено. И заплесневшие. И я этим не занимаюсь. Но так как семейка у меня такого, уже только на первых годах у меня где-то было, наверное. И то, я не помню, наверное, и не было. Только что слабенькая замёрзла. Вот. А так у меня, говорю, давно это, семья не погибали. Ну, и жалко мне выкидывать. Поэтому будет у меня подмор. Девочки, кто спрашивал. Я сейчас достала сушилку свою, Вольтера, хорошую, которая с сеточкой. Я сейчас просто ветерком, без температуры просушу. Вот. Чтоб они высохли. И будет у меня подморчик. Они такие даже мёдом пахнут. Жалко, конечно. Так что вот так всё здесь почистила. Вот. Рамочки достала. У меня там и за перегородкой были. Они заплеснили. А за перегородкой полумедовые вот такие. Видите, внизу ещё вот есть. Поставила. Думала подставлять весной. Нет. Ну, вот облётаются. Пускай мне их почистят. Кружки на солнышке и на ветру просохнут. Потом я в анатуре всё сложу. Летают учёнки. Летают. Ветерок немножко. Я вышла с голыми ногами. Тепло у нас вообще хорошо. Ветерок тёпленький. Южный. Вот так по всем прошлась. И вторая вот семейка, которая была проблемная. Тоже они... Проблема в чём, что тоже в клуб не входили. Вон та. Вот там мало пчёлок. Мало летают. Такой маленький клубик. Посмотрим, до весны дотянет, а дотянет. Нет, так нет. Думала, может, с кем объединить. А пострелу, думаю, не буду ничего делать. Вот здесь как бы тоже слабенькая семейка. Но не так слабая. Поэтому не буду объединять. Потому что они всё равно хоть чем-то им там самогонным, или водкой, или валерьянкой опрыскать. Всё равно они будут немного драться. И можно ещё объединить, когда они в клубе между собой. Соединить вот так пару этих рамок. Когда они между собой сжатые. То там тоже драки не будут. А сейчас они такие возбуждённые. Открыла. Вот видите, везде бегают. Не могут понять, или весна, или зима. Ну, полетают. Немножко там почистят себе тоже. Запасики принесут. Ну, это тепло тоже может спровоцировать хватку. Тоже плохо. Поэтому надо будет за этим всем следить и наблюдать. Эти греются. На солнышке проветриваются. Опорожняют кишечник. Ладно. Что не делать, всё к лучшему. Ну, значит, так надо было. Будет у нас тогда подмор. А сюда потом весной сделаем семейку. Дай Бог нам, чтобы развились. Семьи. Отводочки сюда делим. И будет молодая семейка. У меня вот тут, получается, и вот тут. Два улика пустых. Так, у меня спросили Наташа. У тебя что, корни несутся? Что яйца купила? Я вам говорила. Плохо несутся. Вон, вышли на солнышко. Четыре яйца. И то не каждый день. Вот. Сейчас немножко потеплеет. Свет всё равно, как бы, включаем. Подрастают петушки. А, гоняет петуха. Вот пёстренький вон там петушочек. Возле белого. Белый. Такой белый красивый. Ой. Вот он как бы, как красивый. Я имею в виду внешний. По оперению-то не очень. А внешний петушок красивый. Ой, уже заигрывает с курочкой. Ну, хорошо. Пёстрый вон. Длинный вот такой вот. Гребень, как у курицы. Он ещё такой подросток. Ещё где-то красный был. Наверное, в сарае сидит. Даша, ещё три петушка молоденьких. Ну, буду отнестись, куда они денутся. Ну, пока по четыре яйца, как бы, для того, чтобы блинчики приготовить. И так у меня Маша любит яйца жареные. Даша вообще яйца не любит. Ни омлет. Не так. А Маша любит и омлет, и жареные. Ой, уже даже топчешь. Ах ты, красавчик. Ну, хорошо. Вот тот пока ходит пёстрый, с ластом распущенный. Ну, белый работает. Ну, и хорошо. Для чего петухи нужны? Для того, чтобы оплодотворённое было яичко, оно более полезное. А птицефабрики курочки с неоплодотворёнными яйцами. О, как ты разошёлся. Всё, весна. Вот, зашла домой. Три лоточка получилось. Вот сейчас сфокусирую. Видите, какие чистенькие. Чистые девчонки. Жалко, какая большая получается семейка была. Вот и третий лоток. Это всё одна семья. Сейчас включу на минимум. Буду сушить. Так что, Игорь говорит, никому они не нужны. Я говорю, у меня спрашивали девочки. Поэтому, раз спрашивали, спрос нужен, я посушу кому надо. Можете даже писать, кто использует подмор, как применяет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...